Всем привет, мы летим в университет Катька. Смотрите, что этот маленький вандал сделал с нашей машиной ночью. У нас закончились пары, и мы сейчас выходим на улицу и уже видели в окне, что там идет снег. Да, но в этот раз снег вам такой прикольнее. Снег прикольнее, потому что он идет такой крупный и очень медленно падает. Сейчас мы вам покажем. Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы вышли на улицу пофотографироваться. Тут такая красивая погода, смотрите. Так красиво. Я не знаю, вам слышно или нет, но тут... Что это было? Я напился немного. В общем, я не знаю, вы слышите или нет, но тут мужчина просто горлопанит на всю площадь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришли домой с этого снежного царства. Да, очень красиво на самом деле. Вот такой вот крупный, лопатый такой снег, очень красиво. Еще в старом городе, здесь в Риге, это очень все атмосферно. Мы там пофоткались, уже кучу фоток в инстаграм выставили. В общем, все как надо, все как положено. И сейчас сидим, готовимся, потому что у нас завтра... Ой, я не знаю, как это на русском сказать. Mid-term exam у нас. В общем, как бы экзамен. Ну, в общем, это как модуль, я так понимаю. Скорее всего, что это лучшее объяснение. В общем, завтра у нас модуль по одному предмету. И мы сейчас с ним готовимся. Представляете, у нас девочка австрийка. Она сделала, подготовила все ответы на вопросы, которые могут быть на экзамене. И скинула это всем. Представляете, сама никто ее не просил. Смотрите, как она все оформила. В общем, такая вот шпаргалка. Она все сама это делала. Ей не жалко было все это скинуть в свои труды. Смотрите, как много. В общем, молодец. А все вопросы, которые могут быть, преподаватель скинул на Вортус. Это наш сервис университетский, где мы смотрим домашку. И где мы общаемся с преподавателем, так сказать. Ага, вот у нас, видите, следующая пара четвертая. У нас там такой вот экзамен. Вот здесь написано, что лист... В общем, здесь все возможные вопросы. Я не знаю, как дословно. Очень сложно мне дословно переводить с английского. Вот. А здесь еще есть такая штука, где нам нужно выбрать тему для эссе. Смотрите, как это выглядит. Это онлайн, он прям вот в реальном времени документ. И вот, когда нам его скинули, все начали заполнять свое имя, фамилию возле темы, которую можно взять для эссе. И это все было в реальном времени. То есть мы видели, когда кто-то что-то печатает, когда кто-то что-то изменяет. В общем, это очень весело было, потому что все сразу начали занимать себе такие легкие темы. И все там друг на друге тут прям печатали, пока не разобрались. Вот я выбрал вот такую тему. Называется цена-качество. То есть не через дефис, а просто вот какая вот цена за качество. И материальная, и финансовая. А Катя выбрала... Катя выбрала тему корпоративная этика. Все, мы уже будем ложиться спадки. Вот. Завтра у нас экзамен. Мы уже вроде как готовы. Ну, в общем, завтра увидим. Были мы готовы, Линд. Ну ничего, все будет в порядке. Спасибо вам за просмотр. Всем хорошего дня, всем пока, всем до завтра. Я обещаю, что я как-нибудь на днях что-то приготовлю на камеру. Давайте. ags